Начать работу, когда кажется, что на это нет ни малейшего шанса. В Махачкале появилась первая в России кафе для инвалидов. Среди сотрудников люди с нарушением речевого аппарата, с синдромом Дауна и просто не способны самостоятельно перемещаться. Среди первых посетителей были и наши корреспонденты. Еще недавно Арслан о работе даже не мечтал. Воплотить ее в жизнь помогли в общественной организации «Жизнь без слез». Парень здесь будет работать поваром. Для Арслана это не только способ самореализации, но и возможность заработать. Ведь в скором времени молодой человек женится. Недавно узнал, что детей обучают. А то все на саше не то бывает. Ты хочешь заработать здесь? Да, сам. Сам попытаться заработать. Мать Арслана была рада узнать, что теперь ее сын сможет, как все здоровые люди, работать. И самое главное – получать от любимого дела удовольствие. Честно сказать, я даже не верила, что здесь кафе откроется, что будут здесь такие дети работать. Не знаю, вот когда увидела, убедилась, удивилась. Стараются детки, постараются. Я думаю, что все получится у них. Благодаря эти дейшетки должно все получиться. А вот Нурриат в этом деле не новичок. До этого времени она помогала на работе матери. Больше всего она любит готовить дагестанские блюда. Работа в кафе – для нее хорошая возможность не только заработать, но и заниматься любимым делом. Здесь Нурриат верит в свои силы и чувствует себя здоровым, полноценным человеком. Да, мне нравится. Почему ее на что? Я привыкла работать. Я до этого работала с мамой вместе, сейчас просто до операции работала, у меня операцию сделали. Создание кафе обошлось в сумму около 8 миллионов рублей. Из них около 2 миллионов составили средства фонда президентских грантов. Здесь же откроют учебный класс. В нем дети будут обучаться навыкам, профессии в системе общепита. Такое обучение поможет им поднять самооценку и повысить уверенность в себе и своих возможностях. Основная мысль, конечно, предоставить возможность работать молодым инвалидам. И чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами своей страны. Чтобы сюда в кафе приходили обычные люди, видели, что здесь могут работать люди с нарушениями. Чтобы они воспринимали не как больных людей, а как равных самим себе. В помещении и интерьере кафе все спроектировано именно для людей с ограниченными возможностями. У вошедших сюда не возникает никаких проблем с отдыхом. Сниженная барная стойка, столики расставлены так, что проедет и инвалидная коляска. А необходимые габариты соблюдены даже в служебном помещении. Вот это вот холодильный прилавок, на котором готовятся салаты. Они тоже наши дети уже приучат. Они, наверное, тоже специально на этом уровне. Да, это все сделано для удобства. Пока нет доступа на второй этаж, где будет детский зал и кабинки. Но это дело времени, говорит о редких минусах Альшат Гамзаева. Самое главное, эти особенные люди теперь не обречены на вечную тоску в четырех стенах. А еще они доказали, что могут трудиться и зарабатывать. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.